Итак, друзья, всем привет! Небольшое видео о 85-ках. Я наконец-то осуществил свою давнюю, но абсолютно бесполезную, нелогичную мечту. Я купил себе 85.1.2 Canon. И по счастливому истечению обстоятельств, мой мастер-класс в Ростове всегда организует Андрей Сайфудинов. Многие его знают по YouTube, кто не знает, ссылка будет в описании. И у него в наличии оказалось как в Canon 85.1.2 первой версии, так и что важнее Sigma Art 85.1.4. Опять же, главной причиной было не столько само видео, а именно возможность поснимать в абсолютно одинаковых условиях на разные объективы. И чтобы вы могли их скачать и самостоятельно обратить внимание, кому что важно, посмотреть для себя своим глазом на своем компьютере, на своем мониторе, чтобы вы могли точно уже определиться. Потому что все же знаю, что много людей хотят 85.1.2, но где-то в глубине души объективно понимают, что 85.1.4 не просто дешевле, но и ничем не хуже. Поэтому, кто не хочет смотреть видео, можно просто скачать все эти фотографии, потыкать, они там подписаны. А кому интересно или не хочется скачивать, можно посмотреть. Я постараюсь просто объективно рассказать, что я вижу на этих фотографиях, ну и объяснить, что зачем, для чего снято, где там посмотреть резкость, где детализацию, где цвет и глубину резкости и все остальное. Тестирование проходило на фотоаппарате Canon R. Это практически то же самое, что 5D4 по матрице. По фокусу проблем с ошибками фокуса не было абсолютно, потому что на всех беззеркалок их сейчас нет, но по скорости фокусировки тоже об этом расскажу. Вообще, при просмотре фотографий крайне сложно было понять, где на какой объектив снятый. Единственное, что действительно бросалось в глаза, объективно есть разница в этом, то, что Canon при одинаковых настройках пропускает ощутимо больше света. То есть, если мы возьмем Canon 85, он будет закрыт на 1.4, вот здесь вот снизу идет диафрагма, и вот здесь, если буковка K, значит это был один из Canon. Если мы сейчас возьмем Sigma, здесь появляется буковка S, это значит был Sigma объектив, он всегда на 1.4. А оба Canon объектива я снимал на 1.4 и на 1.2. И также Canon первой версии, вот он на 1.2, на 1.4, вот он на 1.2. И возвращаясь к светосиле, вот у нас Sigma на 1.4, вот у нас Canon на 1.4. То есть, все настройки абсолютно одинаковые, условия освещения абсолютно одинаковые, но Canon ощутимо светлее. Если мы сейчас сравним с диафрагмой 1.2, то разница будет очень большая. То есть, по сути, нам нужно на минус 1 сделать экспозицию, чтобы у нас получилось примерно так же. Поэтому по этим объективам, объективно точно могу сказать только одно. Но если для вас критична светосила, съемка в очень плохих световых темных условиях, желание снимать на более низких ISO, то здесь Canon имеет преимущество. И несмотря на то, что 1.2 это всего пол шага от 1.4, это не полноценный шаг. Но по пропускной способности, как вы уже видите, получается намного больше света. Даже на одних и тех же настройках света намного больше проходит через Canon. А на 1.2 еще больше. На этом вся объективность заканчивается и больше ничего конкретного я сказать не смогу, потому что разница, по крайней мере, я этого не увидел. Все фотографии можно будет скачать, посмотреть для себя. А в этих фотографиях резкость всегда наводилась на вот эту вот зубочистку. Вот у нас 1.2 на Canon. Вот у нас 1.2 на Canon другой версии. Проблема еще возникла в том, что я был уверен, что Exif покажет, где какой Canon, но почему-то в Exif все Canon фотографии, все Canon объективы показывались как вторая версия. Хотя у Андрея точно первая версия, а у меня вторая версия. Если в самом первом примере я хорошо помню, что я начал со своего объектива, то здесь точно это вторая версия на 1.2, вот она вторая версия на 1.4, а вот первая версия 85 на 1.4, вот первая версия 85 на 1.2. И вот Sigma. Но даже здесь сказать, что я что-то так могу увидеть, какую-то разницу, что на 1.2 здесь, что на 1.2 здесь, не могу сказать этого. Единственное, что заметилось, что фокусировка у первой версии все-таки помедленнее, не сказать, что как-то критично, но медленнее, позже об этом поговорим. И то же самое, если сравнить сейчас с Sigma, сделаем поярче, чтобы у нас было все примерно одинаково. И на 1.4 я не могу сказать, что я бы какой-то выделил. Но то же самое с размытием фона. Какие-то поискать здесь слепочашки. Не могу я понять, ну вот на 1.2, да, то есть на 1.2 есть разница. Но опять же, насколько это повлияет в целом на фотографию, насколько можно понять по фотографии. Небольшие или заметные отличия 1.2, они чисто для себя. Да, они, конечно, есть, но абсолютно не стоят того, чтобы если с коммерческой точки зрения, чтобы переплачивать за это. На этих примерах, кому интересно, посмотреть, как у нас прорисовались буковки, тоже это все можно скачать. Я опять же разницы не увидел. И опять же, даже если сравнивать с бокой, вот у нас Sigma на 1.4. А вот мы берем Canon на 1.4. Даже если давайте сразу, там на 1.2 мы его возьмем. Вот самое симпатичное, что у нас на 1.2 на Canon получилось. Вот у нас на Sigma. Но мы сделаем ее чуть потемлее, посветлее. Есть ли какая-то реально разница сейчас? Ну, да, то есть нежнее она как-то. Но о чем-то таком грандиозном я здесь сказать не могу. Здесь, да, получилось, опять же, баланс белого был на авто. А какие-то отклонения, но по цветам сейчас вот дальше будет. Серьезных различий в цвете я вообще не обнаружил. То есть вот у нас Sigma идет. Вон у нас Canon идет. Вот у нас тоже Canon идет. И для удобства можно попробовать сделать... Тут везде скачет баланс белого. Но попробуем сделать баланс белого вот какой-то такой. И применим его ко всем. То есть здесь, чтобы не было путаницы, первый идет Sigma. И, допустим, последний вариант это Canon 1.2. Они вот очень схожи, похожи. Здесь вот есть небольшой скачок. Чуть потеплее фотка получилась у нас. Но опять же, это не критично. Но сказать, что какие-то... Я бы слышал версии, что у кого есть... Некоторые говорят, что у Sigma цвет лучше. Некоторые говорят, что Canon так дорого стоит. Потому что цветопередача точнее. Я не могу сказать, что я вот могу здесь где-то... Увидеть стоящую разницу в цвете. Ну, может, прям... Совсем чуть-чуть. То есть вот это точно у нас здесь немножечко потеплее. Эта фотография вышла. Ну, вот, если мы сейчас будем говорить... Вот Canon 1.4. Вот Sigma 1.4. Сейчас экспозицию чуть назад. Можно ли говорить о какой-то разнице в свете? Я не знаю. Они как-то отличаются, но... Мне кажется, абсолютно бессмысленно. Что меня больше расстроило, наверное, что... Несмотря на то, что покупка Canon была больше, как такое воплощение одной из мечт. Но была все-таки надежда, что будет заметна разница в глубине резкости на портретах. То есть в первую очередь хотелось сделать крупные портреты с минимальнейшей глубиной резкости. Но вот обратите внимание, Sigma 1.4. И вот у нас Canon на 1.2. Если мы сейчас экспозицию чуть подправим. Разница есть, но... Может сыграло, конечно, что вот... У нас была модель чуть ближе, но... Все равно даже 85.1... Ну, на Canon 85.1.4. Вот Canon 85.1.2. Сейчас все сбросим. Вот 1.4. Вот 1.2. Здесь у нас уже все очень рядышком. И здесь хорошо видно, что какой-то особой разницы... Ну, прям совсем чуть-чуть вот здесь можно заметить, что на 1.2 как-то... Ну, в общем-то, это настолько бесполезно и незначимо, что ждать чего-то по глубине резкости вообще нет смысла. И по резкости, в общем-то, тоже я не могу сказать, что... Вот у нас Sigma. Вот у нас Canon 1.4. Сказать, что кто-то из них реально резче... Абсолютно бессмысленно. Причем, как ни странно, я сейчас... Здесь уже пошла путаница, где какой... Где какой Canon 1-й версии, где какой Canon 2-й версии. Но вот могу сказать, вот 1.2... 1.4... И на всех четырех фотографиях канона нереально крутая резкость. Но есть ощущение, что вот есть фотографии пары, которые попадаются помягче, что все-таки это была первая версия, потому что во время съемки на экранчике увеличивая, я чуть-чуть замечал это. Я помню, что снимая на 1.2, снимая на первую версию, была чуть более мягкая картинка. На второй версии она была по... По резче. Это заметно и здесь, и в портретах, и в других фотографиях тоже можно отобстить внимание. Еле заметное преимущество второй версии. И уже вторая версия точно вообще не как с Sigma. Я не могу сказать, что я какую-то разницу здесь вижу. По крайней мере, для себя я понял абсолютно точно, что покупка Canon-овского объектива именно из какого-то коммерческого расчета абсолютно бессмысленна. И в принципе, покупка Canon-овского объектива может быть только в одном случае, когда по каким-то причинам вам безумно важна светосила. То есть здесь не просто разница в полшага по светосиле, а разница действительно большая. Потому что даже на одних диафрагмах яркость у Canon больше и экспозиция выше получается. Но на 1.2 очень сильно отличается от 1.4 только по яркости. По глубине резкости я вообще не могу это сказать. Да, у Canon, если сравнивать детально, есть небольшая, более мягкая, нежная размытость заднего фона и прочее. Но это видно только в случае максимального приближения, сравнения 1 к 1. Просто понять, глядя на фотографию, на какую было снято, просто невозможно. Каких-то сложностей с хроматическими операциями. Тут также все это видно, что никаких проблем здесь нет. Программа автоматом все это убирает. Что появляется, если вы уж откровенно что-то черное, мелкое не снимаете на очень светлом фоне. Но с этим я не столкнулся ни во время фотосессии, никаких проблем с этим у меня не было. Хотя когда-то давно я снимал на первую версию 85-ки. И я видел, что когда в Lightroom прогружается, сначала она с большим числом хроматической операции, а потом они исчезают. И исчезают практически бесследно. И в общем-то не влияют, не мешают. Что касается скорости фокусировки, то здесь разумеется у Sigma огромное преимущество. Но опять же важно понимать, для чего вы, как вы снимаете. То есть у Sigma это преимущество очень сильно чувствуется, когда вы сфокусировались на чем-то возле себя, а потом сфокусировались на чем-то вдалеке от себя. Тогда Sigma фокусируется молниеносно, то есть там доли секунды проходят. А Canon обе версии, вы прям видите, как резкость приближается к тому месту, где вы фокусируетесь. Но первая версия еще дольше, вторая версия чуть быстрее, но не особо принципиально. То есть да, если я сфотографировал человека на расстоянии метра от себя, а потом кого-то хочу сфотографировать на расстоянии 50 метров, то да, у Sigma здесь будут большие преимущества. И есть вероятность, что пока объектив Canon проедет эти 50 метров, доезжая до места фокусировки, что событие уже будет неактуальным и фото чего уже бесполезно. Тут очень важно обратить внимание, что это бросается в глаза и чувствуется только в одном единственном случае, когда вы сфокусировались очень близко, следующую фотку фокусируетесь очень далеко. Если же я сфокусировался где-то вдали, и вот там происходят какие-то события, расстояние плюс-минус одно и то же, ну, какие-то метры туда-сюда, это абсолютно не критично. То же самое, что если я сфокусировался на человеке там в радиусе двух метров, и если он будет примерно на этом же расстоянии от полутора до двух с половиной условно бегать туда-сюда, фокусировка будет очень быстрая, никаких сложностей даже в теории для репортажа. Непонятно, зачем репортаж снимать на 85-ку, но вдруг я вообще не испытал даже на первой версии. То есть, когда вам рассказывают о ужасно медленном фокусе 85-ки Canon, важно понимать, что это чувствуется именно в моменте сфокусировались очень близко, сфокусировались очень далеко. Здесь Sigma выигрывает. Как коммерческий объектив Sigma, конечно, имеет преимущество. Она ощутимо дешевле, она быстрее в любых условиях, и незначительная разница, которая точно не в коммерческих целях вообще не стоит учитывать, разница по боку и по всему остальному. Поэтому еще раз я убедился окончательно, что покупка 85-1.2 имеет только один единственный аргумент, когда вы покупаете это чисто для себя, потому что давно хотели этот объектив, либо когда вам очень сильно важно иметь объектив, пропускающий максимально больше света. Ну и лично для меня из всех этих тестов сравнений уже какого-то времени несколько фотосессий было на 85-1.2, я понял, что абсолютно не зря я не стал искать деньги именно на новый Canon объектив, который там стоит в районе 170 или больше, потому что скорости мне хватает более чем. Это портретная постановочная фотография, здесь скорость Canon 1.2, даже первой версии, все перекрывает, ничего мне этого не надо, и по резкости проблем я никаких не испытал, даже на первой версии очень сильно нравится, но все это можно скачать и убедиться в этом. То есть да, разумеется, по тестам новой 85-ки они резче, но опять же я его покупаю конкретно для портретов, для постановочных портретных фотографий, и там мне не нужна какая-то безумная резкость. Вот то, что он выдает на 1.2, это более чем перекроет все мои нужды, даже если было бы чуть более мягко, ничего бы мне это не повлияло, потому что мне на портретах нужна минимальная глубина резкости, чтобы все было максимально нежно, максимально плавно, мягкая картинка. В общем, каждый может скачать, ссылка будет в описании, и сделать какие-то выводы. Надеюсь, было полезно, пишите, задавайте вопросы, делитесь своим опытом, буду очень благодарен за лайки, за колокольчик, это очень сильно помогает в продвижении канала, особенно если подпишетесь, это позволяет больше полезных видео снимать, и в ближайшее время выйдет сравнение фотоаппаратов Canon R и Sony A3.